Затянувшиеся вынужденные каникулы – серьезная проблема для большого количества предпринимателей. Бизнес прямо сейчас терпит крушение и просит о помощи. Ведь закрытые на период так называемой самоизоляции кафе, рестораны, салоны красоты и спортивные центры не имеют доходов. Но расходы остаются прежними. Аренда, зарплата сотрудникам, нерабочные дни, объявленные президентом, объявлены с сохранением заработной платы. Аренда. Ситуацию можно полноправно признать форс-мажором. В связи со сложившейся сложной социально-экономической ситуацией все органы власти реализуют комплекс мер поддержки. Во-первых, обращаю внимание на перенос сроков представления отчетности. Так, до 15 мая перенесен срок представления декларации по НДС и расчета по страховому взносу за первый квартал 2020 года. Кроме того, на три месяца перенесены сроки представления налоговой отчетности, включая как бы все виды, да, и расчет авансовых платежей, и расчет формы 6 НДФЛ на три месяца, да, за исключением двух ранее перечисленных. И это у нас касается сроков представления отчетности, которые попадали с периода на март по май 2020 года. Добавим, что ранее российское правительство определилось со списком отраслей, которые первыми получат господдержку. Всего их 22. Полный перечень можно найти на сайте Минэкономразвития. Он пополняется. В список особо пострадавших отраслей добавляются новые. Для них вырабатываются меры дополнительной поддержки. Перенос сроков уплаты налогов на период от трех месяцев до полугода в зависимости от вида налога. Вот с подробным перечнем мер и новых уже продленных сроков уплаты налогов можно ознакомиться на специализированном сайте Федеральной налоговой службы налог.ру в разделе «Коронавирус. Меры поддержки бизнеса». При упоминании субъектов малого и среднего предпринимательства нужно понимать, что это меры поддержки для тех ИП, которые официально включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года. Этот реестр официально введен в ФНС и посмотреть, вошли вы туда или нет, легко. На сайте есть ссылка как раз на отдельный подраздел «Единый реестр субъектов».